Водитель, программист, охранник, сервисный менеджер и геодезист. Так выглядят топ-5 типично мужских профессий, популярных у соискательниц работы в Приморье. На неженские специальности в регионе приходится порядка 5% женских резюме. Такие данные приводит крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России. Плюсы и минусы утраты гендерных ролей на рынке труда обсудим с представителем Центра занятости населения Приморского края Асель Кравченко. Здравствуйте. Добрый день. Асель, чем руководствуются женщины, когда выбирают мужские специальности? Как вам кажется? Мужские специальности для женщин стали привлекательными. Я так понимаю, что и судя по статистике по мониторингу, в последние 10 лет женщины, наши девушки, они больше, наверное, хотят исполнить мечты детства, когда смотрят на своих родителей. Может быть, кто-то идет по династии. Ну и также по мониторингу у нас было выявлено то, что уровень заработной платы на женских профессиях или на мужских немного отличается. Поэтому многие женщины хотят получать больше, может быть, даже и наравне со своими мужчинами. Что это за мечты детства, о которых вы говорите? То есть женщины в детстве мечтают быть космонавтами, водителями, программистами и охранниками? Вполне вероятно, что и эти профессии тоже. Но вот, допустим, если позволите, я представлю опыт именно своей профессиональной деятельности. Мы проводим занятия в колледжах, и на таких направлениях обучения, как там сварочное дело, механик, автомеханики, мы начали встречать девушек и уточнять у них именно вот по данной специализации, почему они пошли. И приблизительно вот так и выглядит. Они мечтали точно так же, как их папа, ремонтировать машины. Они мечтали быть наравне там со своими бывшими уже одноклассниками и как-то иметь свое общее дело. А много ли девушек в Приморье учатся на мужские специальности? Именно вот такой точной статистики я не могу представить. Но, по крайней мере, в те группы, которые мы заходим, из 15-17, одна-две девушки уже присутствуют в группах. То есть это сварщики, техники какие-то, слесари, ремонтники. Какие мужские специальности, помимо вот этих топ-5, водитель, программист, охранник, сервисный менеджер и геодезист, популярны у женщин Приморья? Ну вот, я так поняла, что сварщики, да, популярная теперь профессия. Это популярная профессия, пока не могу так сказать, тоже, исходя из статистики 2022-2023 года, мы видим здесь тенденцию. То есть в прошлом году у нас, уже не в прошлом, уже в 2022 году у нас было трудоустроено 6% из всех, да, женщин на мужские профессии. А в 2023 году уже 14% из всех трудоустроенных женщин. И они у нас были трудоустроены по следующим профессиям, вот, которые прям можно выделить. Оператор котельный, аппаратчик химводоочистки, машинистка чигар котельный, матрос, водитель автомобиля, или, например, еще тальман есть. Это что такое? В 2022 году мы провели мониторинг, у нас было трудоустроено 7368 женщин, и из них 442, именно 6% от всей численности, да, женщин трудоустроенных, были трудоустроены по мужским профессиям. В 2023 году у нас трудоустроилось 6593 женщины, и уже из них 912 тоже трудоустроились на мужские профессии, что является 14% от общего количества трудоустройства. Когда наше женское население, которое обратилось в Приморский центр занятости, понимает, что они могут трудиться по данной профессии, но у них нет определенной квалификации, Приморский центр занятости может бесплатно предоставить им обучение, как по направлению центра занятости, так же и как по национальному проекту демографии. Вот за 2022-2023 год у нас прошли данные обучения 87 представительниц нашего женского пола. В следующих городах, не во всех городах, конечно, у нас изъявили желание, это в Лесозаводске, в Уссуристске, в Находке, в Партизанске, во Владивостоке, в Чугуевке, в Большом Камне, Спаске Дальнем и во многих других наших точках присутствия. Мы обучаем, если по направлению центра занятости в колледжах, в учебных заведениях среднепрофессионального образования, приблизительно диапазон женщин, которые у нас обучались и трудоустраивались от 23 до 58 лет. Близнета вот такая статистика. Ничего себе, то есть женщины предпенсионного и пенсионного возраста идут переобучаться на мужские специальности? Да. Причем, если немного отклониться, конечно, по этой тематике, много женщин у нас обучаются предпенсионного возраста. Как говорится, даже в таком возрасте они хотят сменить сферу деятельности. Ну, это в основном специальности рабочие, да, если мы говорим о колледжах. То есть это не инженерные, это не высококвалифицированные специалисты, это в основном рабочие специальности. Да, можно привести, конечно, и рабочие профессии, такие как охранник, водитель погрузчика, сварщики. Ну, можно, конечно, немного уже посерьезнее, да, которые требуют внимания, концентрации и каких-то определенных навыков. Это судоводитель, машинист экскаватора, машинист крана, электромонтер. А много ли мужчин готовых заниматься женской работой? Я пока не могу представить данную статистику, но думаю, что они тоже приходят уже потихонечку в офис. То есть они понимают, что там немного сложновато. Начинается там, допустим, оператор котельный. Это работа со стрессовыми такими ситуациями, когда там что-то происходит, чрезвычайная, там какая-нибудь чрезвычайная обстановка, происшествие. И для того, чтобы уже нормализовать свою нервную систему, они переходят больше там в офисы, в медицину, допустим, по каким-то там женским более-менее профессиям. Мастера маникюра есть в Приморье мужчины? К вам обращаются такие? Именно лично в Центр занятости я не видела таких мастеров маникюра, но по своему опыту скажу то, что у меня даже многие друзья даже заканчивали мастер по маникюру. Было просто интересно, почему женщина может это сделать, а мужчина не может. И когда, допустим, они уже выходили после этой курсовой подготовки, снимали место в определенном салоне, к ним записывалось больше представительниц нашего женского пола, чем к обычным специалистам. Потому что было интересно, а как это сделает мне маникюр, или там нарастит ногти именно мужчина. Очень любопытно. Но если вернуться к зарплатам, каков порядок? То есть женщина из офисной работы уходит матросом в море. Она будет получать столько же, сколько мужчина? И какие суммы? Дискриминационного характера здесь никакого абсолютно нет. То есть это женщина, это мужчина. В любом случае по штатному самому расписанию они будут получать и по фонду оплаты труда ту же заработную плату, которую получает и мужское наше население. Поэтому разницы в оплате труда ни в коем случае не должно быть. Ну, по крайней мере, если какая-то разница будет обнаружена, у нас есть Государственная инспекция труда и органы прокурорского надзора, которые вот непосредственно данную ситуацию могут и предотвратить. Но все-таки насколько отличается зарплата? То есть они же идут на мужскую работу в том числе и за денег? Да. Допустим, если переходить... У нас рабочая профессия сейчас на самом деле очень хорошо оплачивается. Допустим, сварщики, арматурщики, бетонщики, автомеханики. Поэтому это чуть выше среднекраевого уровня заработной платы, который у нас сейчас порядка 70 тысяч. Допустим, в офисе, если обычный специалист, то где-то получает, допустим, 50 или 60 тысяч рублей. То есть на порядок может наша женщина получить выше по данной профессии, если трудоустроится. Вы как специалист Центра занятости, как считаете, должен ли быть рынок труда гендерно-нейтральным? Или все-таки должно сохраняться какое-то разделение? Должны быть мужские профессии, женские профессии? Или это уже пережиток прошлого? Со стороны сотрудника Центра занятости я, конечно, скажу, то, что гендерного разделения по профессиям нет. Ни в коем случае это и в вакансиях заявленных работодателем не должно быть. Но могу сказать от себя лично, что все равно должно быть какое-то разделение. Не зря же у нас Министерство труда создали список по профессиям, которым не должна работать женщина. Поэтому существуют такие профессии, в которых ценны у нас женское население, существуют такие профессии, в которых у нас ценны мужское население. Это мое субъективное мнение. Но как сотрудник Центра занятости я скажу то, что все на рынке труда равны. Спасибо вам большое за интервью. О тенденциях на рынке труда в Приморье говорили с представителем Центра занятости населения края.